ВЫХОД Выход такого автомобиля — это огромное событие. Его ждут почти как второго пришествия, ведь его появление означает, что весь мир спортивных автомобилей поделится до и после. Это новый BMW M4. Самый правильный, самый быстрый и самый-самый от баварского производителя. И хотя он сделан на базе купе 4-й серии, изменений тут чрезвычайно много. Совсем другая подвеска, усиленный кузов, мощнейшие тормоза и невероятный двигатель. Подразделения BMW M рекомендуют не искать аналогии с гражданскими версиями. Даже если они здесь есть, это всего лишь совпадение. Она выросла в размерах, плюс совершенно другая подвеска. Машина стала гораздо жестче, гораздо монолитнее. Это чувствуется, это ощущается как раз так, как будто эта машина стала больше. Секрет здесь и в оригинальном горбатом капоте, прячущем интеркулер двигателя, и в перенастроенном электроусилителе руля. Крутить баранку приходится действительно с усилием. Другие ощущения дарит и автоматическая коробка. Это семиступенчатый робот с двумя сцеплениями производства GetRack. Но он не такой, как, например, в Ауди. Он заточен под спортивную, под гоночную езду. Это несколько иначе. Робот может работать в двух режимах, автоматическом и полностью ручном. Более того, в этой коробке нет даже режима паркинг. Он включается автоматом, когда вы паркуете автомобиль. При этом вы должны заглушить его на первой передаче. Эдакая весточка к механике. Мы же тоже оставляем машину на передаче, когда глушим мотор. При этом современный двигатель позволяет экономить топливо. Если просто ехать по трассе и ничего не делать, расход составляет 8,8 литра. Это что-то невероятное. Но если вы начнете нажимать на педаль газа, 20 литров – это минимальный расход, который у вас будет. Трехлитровый рядный мотор с индексом С-55 оснащен сразу двумя турбинами, что позволило снять с него 431 лошадиную силу и, что еще более впечатляюще, 550 ньютон-метров крутящего момента. Но главный эффект именно в связке – шасси, моторы и коробки. Такой эффективности нет ни у кого из конкурентов, даже у Porsche. Разгон до сотни, 4,3 на механике и 4,1 на роботе. Подвеска, с одной стороны, чрезвычайно жесткая, но в реальности вы можете ездить на ней каждый день. Вы почувствуете разницу, если сядете в другой автомобиль, но если ездить все время на М4, все нормально. Я проехал джачих полицейских, и это было окей. Кстати, в нашей машине активная регулируемая подвеска. Она, по словам моих коллег, попробовавших базовый вариант, гораздо мягче и дружелюбнее, что, опять же, позволяет ездить на М4 почти каждый день. Камера заднего вида, круговой обзор, парктроники. Еще никогда спорткар не был таким удобным. Однако огромная мощность и крутящий момент постоянно шепчут вам о своих достижениях. Даже в безобидном повороте на совсем скромной скорости задняя ось частенько пытается обогнать переднюю. В режиме МДМ это все контролируется электроникой. Вы навряд ли сможете развернуться и поехать задом наперед. Но если полностью отключить систему стабилизации, тогда возможны любые сюрпризы. С одной стороны, М4 демонстрирует феноменальную стабильность. Специально разработанные под него шины Мишлен Суперспорт будут держаться на дороге до последнего. Но с другой стороны, как только этот рубеж будет пройден, готовьтесь к приключениям. Поэтому, когда мы приехали в Мечково, где абразивный асфальт, который просто стесывает покрышки, и даже на нем машина умудряется скользить, стало понятно, что, блин, BMW приблизились к пределу заднего привода. 4,1 секунды – это что-то невероятное. Это все на только двух задних колесах. И я думаю, что это последнее заднеприводное купе в этом классе от баварцев, потому что быстрее уже некуда. Здесь карбоново-керамические тормоза, они просто не устают. Если ехать со включенной системой стабилизации, то машина практически не разгоняется. Она постоянно осаживается электроникой. Если включить режим ограниченной стабилизации, то есть МДМ, становится получше, появляются небольшие углы скольжения, но все равно невозможно полностью реализовать мощность. И только отключив полностью систему стабилизации, можно почувствовать, что же представляет собой М4. С одной стороны, она неохотно дрифтит, потому что обалденно держится. А с другой стороны, сумасшедшая мощность и задний привод делают чудеса. Стоит только нажать, и она едет боком. Главное, не показывать это видео моей маме. Вместо автоматической коробки передач здесь стоит робот с двумя сцеплениями. Он очень классно себя ведет на гоночном треке, но именно в городе он отвратительный. Опять же, чтобы он себя вел хорошо, им нужно полностью управлять в ручном режиме. Торможения просто нереальные. Боже. Карбоно-керамические тормоза позволяют забыть про колдаун-круги и вообще про перегрев тормозов. Но цена в конфигураторе и в последующем обслуживании вас удивит. 455 тысяч рублей. Это фантастика, боже. Я не знаю, какой у меня сейчас пульс, наверное, 200 ударов в минуту. Это просто невероятное. Впрочем, если вы считаете, что BMW уже не торт, с вами можно согласиться. Звук выхлопа здесь фантастический, но он в том числе подается через колонки. Через колонки музыкальной системы. И в BMW даже не стесняются говорить об этом. Представляете? BMW. Конечно, можно сказать, что настоящей M3 была машина в предыдущем поколении. Она была правильная, с атмосферным мотором, а не такая синтетическая, как эта. Но есть пара проблем, которые невозможно объяснить. Которые невозможно объяснить логически, как это может быть, когда разница в скоростях просто невероятная. Мы решили устроить небольшие светофорные гонки с M3 в 92-м кузове. Все в рамках дозволенного. 431 лошадиная сила против 420. Турбо против атмосфера. Одна эпоха против другой. Наверное, одна машина проиграла, потому что, ну, мы взяли другую. Тот же ошеломительный результат. Не торт, говорите? Ага. Она стоит колоссальных денег. Вы можете купить Porsche 911. Но что-то есть, что-то есть в ней такое, что заставляет подумать, что если бы у меня было 5 миллионов, наверное, я купил бы M4. Целевая аудитория BMW M4, не побоюсь этого слова, фанаты BMW. Фанаты скорости и заднего привода. В первую очередь, это мужчины в возрасте от 30 до 45, работающие на высших позициях в крупных компаниях. Но именно с этой машиной бывают и исключения. Мы подсчитали, во сколько обойдется первый год владения BMW M4, и вот что получилось. Все обязательные расходы по лесу Каско и ОСАГО, транспортный налог и техническое обслуживание мы сложили с потерей стоимости машины за год и расходом топлива за этот период. Итого 1 миллион 356 тысяч 403 рубля. Таким образом, один километр пути стоит 54 рубля и 26 копеек. Положение M4 в нашей сравнительной таблице подтвердило точность наших расчетов. Спорткупе оказалось совсем рядом со своим конкурентом, Porsche Cayman GTS и недалеко от Chevrolet Corvette последнего поколения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok